В этот четверг состоялось традиционное интервью Игоря Руденя на телеканале «Россия-24». Глава региона рассказал о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в Тверской области. А также ответил на актуальные вопросы жителей Верхневолжья. Подробности прямо сейчас. Традиционно темой прямого эфира становится ситуация с заболеваемостью COVID-19. Игорь Руденя сообщил, что возможности региональной системы здравоохранения мобилизованы для профилактики и лечения вирусных инфекций. Также глава региона сказал, что сейчас вводить никаких ограничений не планируется. Однако жители Тверской области должны соблюдать меры профилактики. Кроме того, речь шла и о введении масочного режима на территории Тверской области. Напомним, он начал действовать с 12 октября. Однако, в отличие от других регионов, Верхневолжьи нарушители не штрафуют. Конечно, эту культуру привить не так просто. Я исхожу из того, что все люди взрослые, все понимают свою ответственность. Но если режим уже не даст культуры, которая прививается, так как иммунитет, чтобы было соблюдение, ну, наверное, тогда придется действительно более жесткие меры принимать, как делают наши коллеги. Обсуждался вопрос школьного обучения в текущей эпидситуации. По словам главы региона, образовательные учреждения Тверской области оказались хорошо готовы к работе в сложной эпидемиологической ситуации. В школах очень ответственно отнеслись к требованиям Роспотребнадзора. Поэтому, по словам Игоря Руденей, пока не планируется переводить школы области на дистанционное обучение. Тем более накануне осенних каникул. Именно на сегодняшний день мы пока не считаем необходимым вводить дистанционное обучение. Каникулы покажут, какой будет уровень заболеваемости. После 4 числа, когда дети будут выходить уже в общей массе, будем смотреть очень внимательно по заболеваемости. Если такая необходимость будет, ну тогда, я думаю, что мы сами еще раз об этом скажем. И такие решения будут приниматься в публичном режиме. Во время выступления губернатор Игорь Руденя коснулся темы северного обхода и успокоил жителей населенных пунктов по Тверю, заявив, что строительство по трассе М-10 не затронет территории поселков и деревень. Первый участок — это переход от уже существующего участка рядом с селом Воскресенское через Волгу. И до автодороги Тверь-Бежецк. Там населенных пунктов в районе прохождения трассы нет. А второй участок — от Бежецкого направления до выезда М-11 у села Медное. Стараемся максимально отнести от населенных пунктов. Максимально трасса будет удалена от мест, где у нас традиционно проживают люди, либо есть там поселки коттеджные. Еще одной темой стало решение на федеральном уровне о продлении до 1 июля 2021 года программы «Льготные ипотеки в новостройках». В Тверской области молодые семьи могут воспользоваться программой по выграшению ипотеки. В 2020 году этой мерой поддержки воспользовали 152 семьи.